Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтири и сегодня мы будем читать 82-й Псалом. В православной толковой Библии говорится из содержания Псалма видно, что Псалом написан по поводу нападения на евреев союза враждебных им народов под главенством сынов Лотовых, то есть аммонитян и мавитян, как произошедших от сыновей Лота. Такой эпохой в жизни еврейского народа было царство Несофата, при котором напали и на него мавитяне и аммонитяне с некоторыми из стран Мауницкой и обитателями горы Сеер. То есть этот Псалом был составлен по определенному случаю. Он называется «Песнь Псалом». «Асафа» — это по септуагенте греческой. Песнь «Псалом» от «Асафа» — это с еврейского. И мы читаем. Псалом насчитывает всего 19 стихов. «Боже, кто подобится тебе? Не безмолвствуй и не будь кроток, Боже!» Но, с одной стороны, здесь как бы понятно. Никто не может уподобиться Богу. Но в каком смысле не безмолвствуй и не будь кроток? Давайте посмотрим, как это с еврейского может звучать. «Боже, не быть молчанью тебе, не будь глух и покоен, Боже!» То есть речь идет о том, что переводчики-септуагенты понимают кротость Бога под молчанием Бога. Почему-то Господь молчит и не вмешивается в ту ситуацию, в которой оказался его народ. Молчание Бога — это реальность, которая сопровождает многих людей, которые не знают, как общаться с Богом. Но те люди, которые знают, как общаться с Богом, они не испытывают никакого молчания Бога. В том смысле, что мы знаем, как вести диалог с Создателем. Это когда мы молитву соединяем с чтением Слова Божия. В молитве мы обращаемся к Нему, а соединяясь с молитвой чтением Слова Божия, через Слово Божие получаем ответы на наше молитвенное вопрошение. «Ибо вот враги твои вошумели, и ненавидящие тебя подняли голову». Это основание, как бы, чуть ли не призвать Бога, но заговори с нами. «На народ твой составили охотно коварный умысел и совещалися на святых твоих». То есть целый заговор плетется против верующих. И что же говорят противники народа Божия? Сказали, придите истребимых из среды народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Ну, мы знаем, что и в советское время был правитель Никита Хрущев, который говорил, что он покажет по телевидению последнего попа. Почему он так говорил? Потому что начались полеты в космос, и для него это был важный такой атеистический аргумент, что вот они летают и ничего там не видят. У Зощенко, у советского писателя Зощенко, есть такой рассказ о том, как караси плавали в пруду. И один такой, как бы, карасиный космонавт решил подпрыгнуть, посмотреть, есть там что или нет. Он подпрыгнул, задохнулся и сразу назад упал. Ну, там караси его окружают, спрашивают, там что есть? Он говорит, нет там ничего. Ненависть к верующим обусловлена тем, что люди хотят изгнать присутствие Бога даже как мысль, она нестерпима для них. Ведь если Бог есть, а они не служат Ему никаким образом, то наказание для них будет очень серьезным. Им легче признать, что со смертью кончается все. Но это обманчивая иллюзия. Итак, они говорят, придите истребимых и среди народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Шестой стих. Ибо совещались единодушно, вместе, против тебя заключили союз. А что-то не видно, что против Бога союз заключили. Против его народа. А против его народа это и значит против Бога. Как сказано в Библии, тот, кто касается помазанных Божьих, он касается пальцем как бы зеницы ока Бога. А в христианском понимании каждый христианин — помазанник Божий, царственное священство. И все, кто нападают на христиан, они потерпят наказание от Бога. Поэтому вот этот заговор «Придите истребимых из народа» — это вызов Богу. Против тебя заключили союз. Прочитали мы в шестом стихе. Седьмой стих и далее. «Селения Идумейские, и измалитяне, Моав и Агаряне» — кстати, в общем-то, родственные племена по отношению к евреям. «Гевал, и Амон, и Амалик» — иноплеменники. Но «Гевал, Амон, Амалик» — вместе с жителями Тира и Асур пристал к ним. Они стали заступлением для сынов Лота. Есть такое понятие на Востоке. Народ Лота. В семитской традиции это означает собрание развратников. Ибо народ Лота — это, прежде всего, те, которые имеют отношение к Содому и Гаморру, которые Господь истребил. И перечисленные противники народа Божьего, участники заговора. И десятый стих. «Поступи с ними, как с Мадиамом и Сесарой, как с Явимом, при потоке Кессона». Эти события описаны в книге «Судьи», 4 глава, 15 по 24 стих. «Которые были истреблены в Аиндоре, сделались, как навоз на земле. Не изложи князей их, как Арива, Изива, Изивея и Салмана». Всех князей их. А почему, прежде всего, князей? Потому что князья, по-еврейски, сарим, они отвечают за свой народ. И если народ злоумышляет, что это плохое, то только потому, что их сарим, князья, это же делают. «Которые сказали», то есть эти князья, возьмем себе во владение святилище Божие, то есть эту землю присоединим к себе. И 14 стих. «Мольба. Боже мой, положи их, как колесо, как солому перед ветром». Как колесо, как солому перед ветром. Имеется в виду, пусть так же быстро убегут, как уносятся колеса, когда в движение. И как солома, гонимая ветром, она быстро развивается и ничего не остается. «Как огонь сжигает дубравы, как пламя опаляет горы, так и ты прогони их бурью твою, гневом твоим, приведи их в смятение. Покрой лица их бесчестием, чтобы взыскали имя твое, Господи». Вот здесь неожиданное такое решение. Говорится о карах. И в то же время, вторая часть 17 стиха, «Чтобы взыскали имя твое, Господи». То есть наказание не имеет цели наказания, а оказывается, наказание имеет цель вразумлении. «Да постыдятся и смутятся, век века, и пострамятся, и погибнут». Это относится, скорее всего, к нераскаянным, для которых, в принципе, невозможно осознание грехов и поиск имени Божия. «И да познают, что имя тебе Господь». А как они могут познать, что имя тебе Господь? Ведь Господь — это милосердие. Значение твоего имени — это четырехбуквенное имя. То есть если они, 17 стих, взыщут имя Господне, взыщут имя Господне, 19 стих, они могут познать Бога как милосердного Господа. «Ты един, Вышний, над всей землей». То есть хотя в этом псалме общая тональность — это призыв отомстить за народ Божий, но этот призыв не лишен милосердия к самим обижающим народу Божий. Вот такой урок нам преподает псалтырь в этом псалме. Абби, его явный кousing. Продолжение следует... ... Продолжение следует...